Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие зрители YouTube-канала Land and Water CA. Сегодня позвольте представить вам новую передачу с Георгием Петровым в области развития основных трендов энергетики. Георгий Петров является большим экспертом в этой сфере и уже не раз присутствовал у нас на канале. Эта презентация рассматривает общие вопросы энергетики, прежде всего тренды ее развития. Прежде всего нужно отметить, что энергетика является базой не только экономики, а вообще всей нашей цивилизации. Она коррелирует очень хорошо с ВВП и даже есть предложение рассматривать уровень развития стран, и сравнительной, и абсолютной по энергетике и таким образом определять ВВП. Это еще раз подтверждает важность самой энергетики в нашей жизни. При этом сама энергия может быть в разных ипостасях. Это может быть рыночный товар, но сейчас прежде всего он такой и является. Это может быть услуга, это может быть промежуточный продукт, это может быть сырье. И все это может быть и в таком вот комплексе. Это еще раз говорит о разносторонности использования энергетики в нашей жизни. Общая тенденция энергетики. Так как энергетика является базой всех экономик и цивилизации, А парадигма современной цивилизации – это развитие, это определяет и роль энергетики. Энергетика для того, чтобы быть базой, должна опережающе развиваться перед всеми этими экономиками. И определяющие факторы этого развития, их несколько. Прежде всего, это ресурсообеспеченность. Причем ресурсообеспеченность не только за счет собственных ресурсов, Но и за счет доступа к этим ресурсам путем торговли, разных вариантов логистики и так далее. Что сегодня очень важно. Но, безусловно, это экономические факторы. Причем экономические факторы, связанные как с уровнем развития отдельных стран, Они должны быть достаточны для того, чтобы быть способны осваивать новые, так сказать, технологии энергетические. Так и энергетика самих ресурсов, их стоимость, в том числе транспортная. Безусловно, важны технологические факторы. Энергетика, она вместе со всей цивилизацией постоянно развивается. И нужно, в общем-то, не отставать от этих новых технологий. Безусловно, очень важны экологические факторы. Особенно сегодня. Загрязнение стран, которые в первую очередь связывают зачастую с энергетикой, достигло очень высокого уровня. И сегодня это становится проблемой. Поэтому, к сожалению, экологические факторы развития энергетики сегодня являются ограничениями, которые, в общем-то, необходимо преодолевать. И, наконец, политические факторы. Безусловно, сегодня, да и вчера политические факторы через экономику, через технологию, через экологию всегда играли и будут играть большую роль. Мы будем говорить во второй политизации о возобновляющих источниках энергии. В значительной мере они развивались вот по политическим соображениям. Необходимые условия развития. Ну, прежде всего, это энергоэффективность. Причем энергоэффективность не только и нисколько в смысле абсолютного роста производства и потребления электроэнергии, как в изменении, в улучшении ее качества. Это связано с тем, что сегодня уже развитые страны, да и в какой-то мере развивающие, начинают переходить к шестому технологическому развитию, укладу, где основные, в общем-то, факторы – это цифровизация и искусственный интеллект. И энергетика там играет первоочередную роль. Хотя потребление в объемах для этого, конечно, меньше, чем для каких-то заводов, фабрик и так далее. Безусловно, энергобезопасность играет большую роль. Это, в общем-то, показывает пример атомной энергетики, которой первоначально были большие надежды, но сегодня они немножко утихли и связаны с такими глобальными катастрофами, как Чернобыль или Фукусима. Но дело в том, что не только атомная энергетика, другие энергетические отрасли, в общем, тоже имеют определенные, вообще-то, моменты, связанные с опасностью. Поэтому тоже надо учитывать. Наконец, энергонезависимость. Но энергонезависимость, она с точки зрения энергетики воспринимается не как автарки отдельных государств, самоизоляции, а организации таких взаимоотношений, в том числе торговых, которые были бы невозможно, было бы невозможно разорвать или, во всяком случае, ослабить. Но и опять экологичность. Это сегодня, в общем-то, один из важных трендов развития. Вот на этом слайде показана динамика потребления электроэнергии с 1860 года. Видно, что общее потребление электроэнергии постоянно увеличивается, но скорость этого увеличения все время уменьшается. И вот на этом слайде мы смотрим до 2030 года прогноз, то есть уже, в общем, на будущее. И здесь впервые мы видим, что предполагается, что в последние десятилетия от 20 до 30, то есть уже в наше время будет происходить снижение потребления электроэнергии. Насколько это справедливо, прогнозы резко вообще-то сбываются, но, тем не менее, такая тенденция и есть. Причем уже на этом слайде видно, что снижение этого производства электроэнергии будет происходить в основном за счет грязных технологий, за счет угля. И еще более ясно, это видно вот на этом слайде. Все, в общем-то, ресурсы, которые использовали электроэнергии, будут и дальше использоваться с большей даже интенсивностью. Единственный ресурс, это уголь, вот черный, он здесь, он, в общем-то, будет давать какое-то снижение. Очень важен еще момент о том, как, в общем-то, будет развиваться энергетика в развитых и развивающих странах. Вот это показывает график. Развитые страны уже с начала этого века практически приостановили рост потребления и производства, соответственно, своей электроэнергии. И только развивающиеся страны, вот это желтые, продолжают с той же интенсивностью идти по этому же пути. Поэтому можно предположить, что когда развивающиеся страны достигнут определенного уровня развития, они тоже стабилизируют свою, в общем-то, электроэнергию. Тем более это связано будет когда с переходом к шестому технологическому укладу. Очень важный момент связан с комплексом использования электроэнергии. Прежде всего это, в общем, относится к гидроэнергетике. Очень серьезные отрасли, которые порядка 20% мировой энергетики занимают. И тут очень часто возникают конфликты межотрасливые, между гидроэнергетикой и ирригацией. Это конфликт, который все последние 30 лет развивается в Центральной Азии. Очень трудно преодолевается. Сегодня такой конфликт назревает между Египтом и Эфиопией. В долине реки Меконг в Азии тоже самое. Другое дело, что такие же, в общем-то, конфликты возникают с гидроэнергетикой, как рекреация, водный транспорт. Но можно сказать, что вот такой межотрасливой конфликт, уже он давно рассматривается. И есть очень серьезные предложения, которые показывают, что его можно преодолеть. Но для этого, в общем-то, нужны не столько технические, не только экономические меры, сколько политические. Важно, в общем-то, нормальный диалог и понимание между странами, причем на самом высоком уровне. Есть конфликты, конечно, энергоснабжения и теплоснабжения, но это уже рыночный конфликт, связанный прежде всего с формированием ресурсов. И что интересно сказать, что вот такой межотрасливой конфликт, где интересы участвующих сторон явно противоположны, преодолевается значительно легче, чем внутриотрасливой конфликт. Например, конфликт между ирригациями разных стран. Например, сегодня конфликт Казахстана и Китая по использованию реки Иртыш и Ильи, он практически неразрешим. То же самое между Турцией, Ираком и Сирией по использованию реки Ефрат. К сожалению, вот в этих внутриотрасливых конфликтов их разрешение можно только за счет односторонних уступок. Какие перспективы энергетики? Ну, если посмотреть еще раз исторически, что прежде всего в начале электроэнергия использовалась для производства механической работы. Сегодня она используется также для энергетических, таких механических моментов, но и определяет социальную среду. Но в будущем она возьмет на себя и когнитивные функции. Это цифровая экономика и кустинный интеллект. Поэтому в будущем энергетика, оставаясь базой экономики, может стать и основой самого существования человека. Со всеми плюсами и минусами, связанными с этим. Спасибо. Спасибо большое. Очень доклад, который определяет направление целой серии. Ну, он описывает это направление. Да. Вы затронули все основные болевые точки, по которым надо делать отдельные встречи, отдельные передачи. Такой вопрос, конечно, я подозреваю, что у некоторых он может вызвать раздражение, потому что это такой, в том числе, политический вопрос. Но все же, как вы считаете, отказ от углеродного топлива в энергетике или его такое сильное снижение, это действительно задача номер один в контексте более гармоничного существования техногенной цивилизации и природной экосистемы? То есть, действительно, именно снижение выбросов может больше всего помочь? Ну, во-первых, само снижение выбросов и его влияние на глобальное потепление, это сегодня неоднозначный вопрос. Но дело даже не в этом. Ведь действительно, сегодня есть, можно сказать, грязная энергетика, полугрязная. Самая грязная – это угольная энергетика. Но ведь можно не отказываться от угольной энергетики, а, в общем-то, усилить все эти моменты, связанные с очисткой. Сегодня, в общем-то, уже никакой проблемы не представляет полная стопроцентная очистка всех выбросов, связанных с угольной энергетикой. Другое дело, что эта экономика, они становятся более дорогими, но мы же и возобновляемые источники энергии начали с того момента, когда они были чрезвычайно дорогие по отношению к этому. Поэтому, наверное, на будущее надо придерживаться какого-то баланса. Нельзя полностью что-то отрицать, но и нельзя, в общем-то, останавливаться только на прошлом. Конечно, нужно ограничивать выбросы, но, может быть, и за счет каких-то новых, так сказать, энергетических моментов. А вот, Георгий, вы только что затронули, в общем-то, новую такую мысль, которая не звучит в публичном поле. Куда вкладывать инвестиции? В зеленую энергетику классическую, это солнце и ветер, или же эти деньги направить на развитие технологий, не на развитие, а на внедрение технологий по очистке угольных выбросов? Ведь уголь, что нам дает уголь? Уголь – это запасы, которые можно достаточно легко создать в любом месте. Уголь – это возможность подключить генерацию в течение достаточно, там, нескольких часов. Ничего этого ВИА не дает. С другой стороны, сейчас мы наблюдаем реальный ренессанс угля в Азии. Вот это, как вы считаете, куда лучше направлять бюджет, в каких пропорциях направлять бюджет? Действительно ли в развитии ВИА зеленой энергетики, классической зеленой, или же технологии по очистке выбросов? Вы понимаете, ситуация какая? Вот такая однозначность, она в значительной мере и привела к крушению Советского Союза. Они все понимали, наши политики в те времена, и четко знали, куда нужно вкладывать, куда не нужно вкладывать. Мы находимся, постоянно цивилизация находится в поиске. Поэтому, на мой взгляд, надо вкладывать и туда, и сюда, и в том числе в венчурные технологии. Кроме того, ведь мы не отбрасываем сегодня термоядерную энергию. И мы туда вкладываем деньги, и большие исследования это проводятся. Поэтому, наверное, нужно и то, и другое, и третье. Другое дело, что вот то, что использование угля, наверное, должно быть ограничено, вот как Китай сегодня смотрит. Но ведь он-то связан, опять-таки, не с экономикой и не с будущими технологиями. А что такие крупные центры, как Пекин, стали просто задыхаться? Поэтому нужно и чистить, нужно и возобновляемые источники энергии, и нужен поиск новых. По-другому цивилизации не развиваются. Георгий, вот насчет новых источников хотел спросить. Тут скорее такой футурологический вопрос, потому что при каких условиях, и, в принципе, реалистично ли, что новые источники энергетики вроде, скажем, термоядерной реакции, то есть именно выработки энергии с помощью термоядерной реакции, там, холодной термоядерной реакции и так далее, то есть они могут помочь осуществить некий прорыв, скажем так, уже к таким граням научной фантастики в плане освоения космоса и так далее. Это вы загнули, Богдан, очень далекая. Вы понимаете, здесь совершенно трудно сказать. Сто лет назад атомная энергетика тоже казалась настолько далекой и невозможной, а прорыв осуществляется всегда неожиданно, поэтому что-то здесь предсказывать трудно. Это нужно быть жульверным, да и то, в общем-то. Я здесь с вами не соглашусь, то, что прорыв определяется неожиданно. Мне кажется, прорыв определяется научной школой. Сейчас такой мир, когда, да нет, даже Эдисон, это была достаточно большая группа, которые делали свои открытия и исследования. Мне кажется, что если у нас есть школа физиков, то нам следует ожидать каких-то прорывов в области физики. Если у нас нет школы социологов, ну, тогда в плане управления обществом нам прорывов ждать никаких не следует. А так вот, чтобы неожиданно, не соглашусь с вами. Нет, ну, может быть, я нечетко выразился. Другое дело, вы совершенно правы насчет Эдисона. Ведь говорят, что самое главное изобретение Эдисона, это изобретение научно-исследовательского института, где у него работал тысяча человек. И, безусловно, в общем-то, это и школа, это и задел, который был в фундаментальной науке и так далее. Но, тем не менее, предугадать, в общем-то, что будет четко через 10, 15, 20 лет, даже это невозможно, не говоря уже о более глубоком будущем. Поэтому все-таки прорыв нельзя планировать. Можно ожидать его, можно предугадывать. В математике говорят, например, что никогда не приступайте к вычислениям, пока не знаете результата. О чем это говорит? О том, что мы должны что-то ждать, ожидать. Но насколько наши ожидания выполняются, дай бог, чтобы на 10-15 процентов. Ну, и этого вполне достаточно. Вы видите, как цивилизация развивается. Мы с вами 20 лет размогли вот так общаться. Это вообще, причем, какое 20 лет? Это 10 лет назад уже еще было невозможно. А 5 лет назад мы бы общались с большими перебоями. Конечно. Но это получается, вы сейчас говорите о кризисе инновационной экономики. Вот это ожидание было большое у финансистов, а ученые сказали, извините, товарищ финансист, у нас творческий кризис. И все. И большая часть инвестиций не окупилась. Но ученые немножко не так говорят. Они говорят, у нас недостаток финансирования, поэтому у нас творческий кризис. Откуда же финансисты? Вы дайте финансистам-то какой-то продукт, они его продадут и позволят вам второй этап исследования. Это разговор о том, что первый был, значит, курица или яйцо. Что сначала финансирование или прорыв, или наоборот. Да. Есть другой путь закрытия этих ученых и сказать, вот хотите есть, открывайте. А, кстати, это ничего нового нет. Именно так Берия и создавал шарашки, который. И, кстати, многие ученые до сих пор, которые живо вспоминают это, в общем-то, с удовольствием, что это неплохая была схема. Их не отвлекала ни жена, ни дети, ни развлечения. Специфическая схема, я считаю, что... Готовы. Ну, тем не менее, она тоже работала. Ну да. Так что вот это, опять говоря... До какого-то момента, в общем, да, работало. Как развить науку. Но то, что она должна существовать, и она является еще одной базой, может быть, самой первой базой всего, но это тоже понятно. Так, все-таки давайте вернемся к нашей энергетике. У меня возникло несколько вопросов по поводу ваших слайдов. Вот если вы вернетесь на слайд номер пять, где идет выход на плато. Да. Ну, там даже не на плато, а немножко снижение предполагается. Но это прогноз. И если вы посмотрите внимательно, ни нефть, ни газ не уменьшают своей доли в энергетике. Только уголь, вот серенький, он второй там, снизу. А дело в том, что если мы посмотрим баланс распределения этой энергетики именно по людям, у нас же Африка практически не затронута вот этим вот достаточным уровнем энергопотребления. То, что сейчас идет развитие, это, видимо, идет развитие за счет Китая. Не знаю, в какой степени там Латинская Америка в этом деле участвует. Но вы считаете, что, или вот эти вот аналитики считают, что Африка не выдаст вот эту волну, да? Рост благосостояния в Африке не приведет к еще большему энергопотреблению. Ну, вот седьмой слайд, он как раз и показывает это. Развитые страны уже стабилизировали. Причем вот в этом слайде, конечно, нужно внимательнее разобраться. Вы назвали Китай. Китай сегодня к каким странам мы относим? К развитым уже или ко всему остальному миру? Зачастую мы его и туда, и сюда относим. Но вот то, что развивающиеся страны, и в первую очередь Африка, и некоторые другие, вот азиатские наши страны, безусловно, еще не достигли какого-то нормального, если можно сказать, уровня энергопотребления, и они вот это потребление увеличивают. Если бы они пошли по пути развитых стран, а когда-то все-таки они разовьются, то тогда мы вышли вот на эту плату. Тем более, я опять повторяю, ведь эта плата определяется и тем, что мы уже по-новому более технологично используем электроэнергию. В то же время, вот наше вот общение, ведь с точки зрения электроэнергии мы очень немного киловатт используем. Да. В старые времена нам нужно было садиться на самолет и ехать друг к другу. Это был совершенно другой уровень потребления. Ну, получается, что если мы говорим о западных странах, вот этот слайд 7, где у вас идет разбивка, получается, что плато в западных странах обусловлено двумя причинами. Это энергоэффективность. Безусловно. Это бесспорно энергоэффективность во всем. И все-таки, мне кажется, второй немаловажный фактор – это вынос производства. То есть стали литейные, другие мощности, машиностроительные, все вынесены все-таки в Китай. Ну, в Азию или же в другие места. Мне кажется, вот эти два фактора сыграли. Нет, это вы, безусловно, правы. Но опять я повторяю, вот по этому графику трудно сказать. Если мы Китай отнесем к развитым странам, то тогда перенос туда вредных и энергоемких производств не привел в рост потребления. Если мы Китай к развивающим странам относим, то... Поэтому здесь этот вопрос надо смотреть отдельно по странам и их стратегиям развития. Но я думаю, что в принципе-то понятно, что и Китай тоже, Китай 30 лет назад, и Китай сегодня – это тоже разные страны. Китай тоже уже энергоэффективностью занимается, и возобновляемыми источниками энергии занимается. Причем очень активно он на первом месте в этом деле. Хотя, может быть, это связано и с тем, что эта страна больше по населению, чем любые другие. Но, тем не менее, вот это действительно фактор есть. И перспектива, по-моему, совершенно понятна, однозначно. Даже по ресурсу, обеспеченности, но не может бесконечно развиваться потребление электроэнергии. Нужно качественно менять это потребление. С чем сегодня, собственно, мир и занимается. В то же время появляются новые энергоемкие производства. Вот тот же интернет, вот эти центры данных, они очень сильно потребляют энергию. Причем это не просто на функционирование жестких дисков. Там очень большая энергия идет на охлаждение этой системы. Даже сейчас же, даже сейчас при атомных станциях в России стали строить дата-центры. Потому что вот эта связка атомной станции дата-центр, она очень хорошая. И станция получает фактически стабильного потребителя электричества. Это все равно, что алюминиевый завод поставить, если как мы сравниваем с тем, что было там 50 лет назад. При крупной ГЭС там должен стоять какой-то крупный промышленный потребитель. И вот этот интернет, он фактически, вот эта цифровая экономика, она фактически нам дает замену каких-то заводов на дата-центры. Не знаю, насколько дата-центр меньше потребляет электричество, чем алюминиевый завод. Вот это, кстати, может быть. Вот зрители, те, кто нас будет смотреть, напишите нам в комментариях объемы потребления электричества дата-центрами. Мы тогда сможем сравнить и, может быть, в следующих передачах этот вопрос обсудим более детально. Богдан, вам скажут. Тут еще как раз о цифровой экономике. Пока что, насколько я знаю, сокращение или замедление энергопотребления тут пока что не придрится. Потому что, что касается шестого технологического уклада, все ожидают появления интернета вещей. Это значит, что у нас идет взаимодействие информационное между гораздо большим числом акторов, чем до этого было. Естественно, количество данных, которые у нас будут передаваться по такой связанной сети, оно, насколько я знаю, в порядке больше, чем даже передается сейчас. То есть, если это масштабируется именно в таком большом масштабе, то есть, если это будет по регионам не отдельно какие-то класты, не отдельно предприятия, а более-менее повсеместно. Ну, вы правы. Энергоемкие предприятия всегда были и будут. Вы вот забыли упомянуть майнинг цифровой валюты. Это вы, да, еще к нему не подходили. Энергоемкие. Но дело в том, что ведь и здесь энергоэффективность, в общем-то, имеет место. И уже есть, в общем-то, компьютеры с меньшим энергопотреблением. Не говоря уж о будущем, что у нас квантовые компьютеры уже где-то начинают появляться. Говорят, в Китае уже что-то там сделали. Причем скорость его работы, то есть, производительность и, соответственно, энергоемкость в триллионы раз больше современных компьютеров. Поэтому и здесь это будет решено. Но в любом случае я говорю, что, конечно, вот как рост народоселения не может быть бесконечен, так и рост энергопотребления. Мы будем уже вот в второй презентации об этом говорить. Тут, в общем-то, нужны какие-то разумные подходы. Это уже философия нашей жизни. То есть, энергетика становится и философией части. Вот и это надо учитывать. Ну вот я скажу практически пример с лампочками для быта. Буквально пятилетку назад у нас были у всех лампы накаливания. На десятилетку? Ну, может быть. В принципе, ну да, наверное. А потом директивно в Европе и в Германии директивно их запретили продавать. И все перешли на ртутные лампы. Они дорогие, они опасные. Энергосберегающие они называли. Да, энергосберегающие. И в этом плане как раз это был декретом они сделали, законом. И это было невыгодно с точки зрения потребителя. Потому что ртутная лампочка работала мало, стоила дорого. И она не окупалась. По сути не окупалась. К тому же еще и опасно. Но сейчас все перешли на диоды, на светодиоды. И мне кажется, вот это достаточно хорошо функционирует. И является тем примером, когда цена качества и потребление энергии, в общем-то, вот в этом, в бытовых условиях вышло на плато. Он снизился на какой-то минимум. Я думаю, что то, что вы сказали, это, видимо, тоже будет такой же классический всплеск. То есть у нас будут какие-то временные решения. А потом мы найдем более постоянные, подобно тому, как нашли светодиоды для бытового освещения. Ну, вы совершенно правы. Но только это не тренд развитых стран. Вот вы сказали, что в Европе запретили продажу и использование простых ламп. В Таджикистане 11 лет назад запретили использование ламп накаливания. В обязательном порядке, в виде закона. То есть это, в общем, развивающиеся страны в этом смысле тоже стараются не отставать. Хотя здесь есть и коммерческий интерес. О, это несомненно. Это несомненно. Тот, кто окажется первым производителем, или тот, кто осведомлен, что выходит такой закон. Конечно. Имеет большое преимущество. Это может, как всегда, не без этого. Да. Раньше узнал, раньше подсветился. Тут как раз еще вопрос насчет развивающихся стран. Особенно Латинской Америки и Африки. Он касается, скорее, уже возобновляемых источников энергетики, а именно солнечной энергии. Потому что, например, когда начинаешь смотреть информационные тренды по солнечной энергетике. Ну, что касается, например, русскоязычных пространств, России и так далее, то тут как-то все очень, типа, у нас солнечная энергия невыгодна. Если выгодно, то не везде. То тут, скорее-таки, пессимистические настроения больше. Но, что касается как раз развивающихся стран, особенно Латинская Америка, Африка, здравый смысл подсказывает, что возможно, как некоторые аналитики, например, европейские отмечают, что им, возможно, даже не стоит сейчас развивать какие-то такие очень капитальные мощности, типа теплоэлектростанций, а сразу поискакивать на солнечную энергетику. Там, где эти мощности не так развиты, например, как в других странах. Насколько это обосновано? Ну, безусловно. Только надо учитывать, что все это за счет импортного оборудования. У них сами, в общем-то, они еще не способны производить это оборудование. Но, может быть, это и будет какой-то скрепой развитых и развивающихся стран. Ну, как минимум, рынок сбыта. Давайте оставим эту зеленую энергетику на следующую встречу. Я хотел вас спросить про цены и возможность стран обеспечить жителей достаточно дешевой, жителей и промышленность обеспечить дешевой электроэнергией. Будет ли сегрегация стран по цене за киловатт-час? Ведь то, что я вижу в Германии, здесь цена электричества повышается за счет внедрения зеленой энергетики. И это давит. Это давит и на бытовое использование электричества, и в том числе на промышленный сектор. Как вы считаете, насколько серьезно вот этот вопрос будет стоять? Цена киловатт-часа. Да, этот вопрос всегда стоит. Дело в том, что тут же смысл не дешевую электроэнергию, а доступную электроэнергию. Это связано, в общем-то, с экономикой, социальным строем и так далее. Уже сегодня в мире электроэнергии, тарифы на электроэнергию различаются в разы. Не говоря уже о том, что и в одной стране это, в общем-то, определяется и конъюнктурными, и другими возможностями. Вот в Техасе в эту зиму электроэнергия, помните, когда там, в общем-то, с солнечными панелями какие-то проблемы произошли? Электроэнергия для населения выросла, тариф выросл в 10 раз. Такие всплески, они всегда будут, всегда возможны. Другое дело, ведь, ну что имеем, то и потребляем. Цена – это условно. Нефть строила сначала 1 доллар за баррель, сегодня она стоит уже где-то 65, а было и 100. В общем-то, экономика всегда приспосабливается к этому делу. Поэтому она все-таки не первична. На первом месте доступность, устойчивость снабжения и те технологии, которые это определяют. То есть, получается, что если мы говорим о первоочередном факторе, это доступность, то зеленая энергетика, она оптимальна с точки зрения доступности, потому что ее можно поставить здесь и сейчас, и сделать малую генерацию, которая питает определенный поселок, дом, ну или небольшое производство. Конечно, конечно. Энергетика определяет тренды развития. Если у нас много энергии, значит, мы можем себе позволить и энергоемкие производства, и, может быть, не сильно необходимые для выживания, для каких-то амбиционных целей. Но если этого нет, значит, ну что, в общем-то, какие-то ограничения всегда есть, и они будут. У нас первая встреча по такой обширной и интересной, волнующей, я думаю, что волнующих многих теме энергетика. Сегодня у нас выступал Георгий с докладом об общих трендах современной энергетики. Итак, значит, какие у нас, Георгий, можете, пожалуйста, вот еще раз самые важные тезисы по полочке. Ну, самое важное, что можно сказать, еще раз повторить, что энергетика – это база, это основа вообще-то и экономического развития, и цивилизационного развития, в том числе и культурного развития. Она всегда будет и определять это и в нашем будущем. Другое дело, что сегодня энергетика находится в каком-то таком незавершенном состоянии, и ее дальнейшее развитие будет определяться теми целями, которые ставит общество перед собой. Но в любом случае она уже выйдет на другой уровень, и она будет не только базой экономики, но и базой самого существования человека. И вот как мы ее будем использовать с лучших позиций или с худших – это зависит от нас, от нашей философии, от мировоззрения всего человечества. Спасибо большое.